К нам присоединяется Павел Латушко, заместитель главы Объединенного Переходного Кабинета Белоруссии, руководитель Народного Антикризисного Управления, а также белорусский оппозиционер, политик, дипломат, экс-министр культуры, также посол Павел Павлович. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Доброе утро. Павел Павлович, ну то знаете, вопрос, он как по мне, он на поверхности, но вот интересно ваше мнение. А зачем Путину, ну и с помощью Лукашенко, как мы видим, красть украинских детей и вдогонку, как вы прокомментируете официальную позицию белорусского Красного Креста, который говорит о том, что да, мы в этом принимаем участие. Да, они объясняют, что мы якобы всех вывозим на оздоровление, там, в лагеря отдыхать и так далее, поправлять здоровье, но все же они напрямую, да, говорят о том, что мы в этом замешаны. Ну, для чего похищают украинских детей, для чего их перемещают незаконно? Тут может быть несколько целей. Открытые они пытаются прикрыться, например, Лукашенко гуманитарными целями. Закрытые цели это переобразование детей и формирование из них зет-патриотов, тех, которые будут поддерживать идеологию российского мира, прокремлевскую идеологию, панславизма, общего пространства культурного и общего государства. Ведь тот же Алексей Талай, который обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным перемещением детей, прямо говорит, это мои дети, и они будут жить в моей стране. То бишь, он в данном контексте имеет в виду страну не Беларусь, а имеет в виду страну, объединяющую как бы три государства. И они живут в этой идеологии постсоветской, ну, вообще, честно говоря, уже даже не постсоветской, именно российско-имперской идеологии. И именно обработка этих детей является главной задачей. В последующем, даже если они предполагают, что, ну, мы в этом уверены, что будут освобождены территории Украины, они хотят оставить этих детей, как тех, кто будет выступать против властей Украины, кто будет бороться против государственности украинской. Нельзя исключать и такого сценария. Но все это прикрывается и гуманитарными целями. Вместе с тем, никто ни разу из пропаганды, из тех же представителей режима, Лукашенко, не говорит о том, а почему это происходит, почему есть дети-сироты, почему детей нужно выводить из-под обстрелов, как они утверждают. Да потому что война начала. Хотя кто начал эту войну? Войну начала Российская Федерация при поддержке режима Лукашенко. Сейчас же они, наоборот, пытаются сказать, что они спасают детей из-под бомбежек. То есть, понимаете, такая абсолютно двуличная позиция, перевернутый мир. Ну, они идут дальше. Вот вчера один из пропагандистов даже заявил о том, что если не прекратят нашу деятельность, народного антикризисного управления, мою деятельность по сбору доказательств, связанных с незаконным перемещением детей, надо разорвать дипломатические отношения с Польшей. Даже этот представитель так называемой белорусской организации Красного Креста говорит дальше. Он говорит, что нужно применить ядерное оружие или показать Западу очень четкий сигнал, что мы применим это ядерное оружие. Ну, а представитель белорусской организации Красного Креста, международный Красный Крест, кстати, открестился уже от него, но он прямым текстом заявляет, что да, мы делаем это. Может быть, он таким образом пытался отвести внимание со стороны Лукашенко. А может быть, просто действительно человек такой идеологии русской, русскомирской, хочет показать, что он здесь тоже герой, и он все это делает по своему желанию. Вообще это реалистично по отношению к Красному Кресту. Вот я хочу процитировать, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на это заявление и требует арестовать Дмитрия Шевцова за участие в преступлениях против маленьких украинцев. Вот вообще, в принципе, возможно ли исключить белорусский Красный Крест из международного движения? Это один момент. И как это, в принципе, влияет на репутацию и без того не очень хорошую, касательно того, насколько Красный Крест, в принципе, безучастен в некоторых действительно нужных вопросах, как верификации украинских детей на территории Российской Федерации, тоже помним этот момент. Вот. Как вы считаете, как это вообще возможно сделать? Действительно ли пойдет на это глобальный, скажем так, Красный Крест? И касательно Шевцова, можно ли его действительно арестовать? Ну, давайте рассматривать деятельность Шевцова, белорусской организации Красного Креста в нескольких плоскостях. Первое. Если они оказывают гуманитарную помощь в ходе войны, это их мандат, и они должны это делать и оказывать эту помощь. Пока мы, наверное, может быть, не слышали со стороны Шевцова, что такая помощь оказывается. Если он заявляет о том, что он участвует в незаконном перемещении украинских детей, то это уже квалифицируется как преступление. Оно может квалифицироваться как военное преступление и преследоваться как в рамках международного уголовного суда, так и в рамках национальной юрисдикции, например, Украины. Потому что говорить о том, что белорусская правоохранительная система будет его преследовать, ну, бессмысленно. На Беларуси совершается огромное количество преступлений, а тем более в этом контексте режим Лукашенко является главным организатором этого. Следующее. Если мы говорим про нарушение главного принципа работы Красного Креста в лице белорусской организации Красного Креста, это принцип нейтральности, отсутствие политической ангажированности. А если этот человек появляется с флагом России, с Z-символикой, значит, он нарушил главный принцип, принцип нейтральности. Что говорить об исключении Красного Креста? Ну, я основываюсь на мнении юристов Народного антикризисного управления, которые также имеют специализацию в области международного публичного права и международной организации Красного Креста. Ну, исключения, к сожалению, до сих пор таких примеров не было. Но вместе с тем это право тех организаций Красного Креста, национальных, которые входят в общее движение Красного Креста. Если они будут ставить этот вопрос, ну, в том числе, этот вопрос ставить и Украина, ну, это уже будет зависеть от самой организации, международной уже организации Красного Креста. Поэтому это прерогатива уже национальных организаций, национальных государств. Павел Павлович, давайте не о прерогативах национальных, да, юристис или государственного подхода, да, а о международном, да, вот о международной ответственности и Лукашенко, и его клике. Вот издание The Telegraph сообщает о том, что по сути к этому времени, это данные на 17 июля, в Беларусь с сентября, это прошлый год, депортировали около 2150 украинских детей в возрасте от 6 лет. И к осени это число может вырасти до 3000, сообщает The Telegraph, но там в этой статье они ссылаются на вот эти данные и на все связующие документы и доказательства, которые уже были переданы на уровень Международного уголовного суда. Да, соответственно, которые The Telegraph, понятное дело, может опубликовать, если в этом будет потребность определенная. Павел Павлович, у меня тогда возникает вопрос, но если Путину вот на этом фоне выдали ордер на арест, то стоит ли этого ожидать самому Лукашенко и тем людям, которые также участвуют в этом незаконном процессе? Да, мы с The Telegraph делились информацией именно о тех материалах, которые еще 27 июня мы передали в Международный уголовный суд, в офис прокурора. И мы, к сожалению, можем констатировать сегодня, что количество украинских детей, которые может быть вывезено начиная с сентября 2022 года до конца этого года, может составить порядка 3000 человек. То есть этот процесс проходит систематически, он не прекращается. Одновременно у нас увеличивается, к сожалению, количество детей-сирот, установленных командой Народного антикризисного управления. Это в ручном режиме, мы идентифицируем этих детей. И вчера юристы Народного антикризисного управления сообщили мне, но это, может быть, впервые говорю на украинских телеканалах, что нами уже установлено более 50 украинских детей-сирот. К сожалению, мы также буквально вчера пришли к выводу, что у нас есть предварительные данные о том, что ряд детей вывозилось с территории Беларуси в последующем на постоянное пребывание в Российскую Федерацию. Что произошло с этими детьми на территории Российской Федерации, мы можем только предполагать. Поэтому, ну, можем предполагать, конечно, что это речь об усыновлении или других формах. Поэтому мы видим, что это преступление совершается по указанию Лукашенко. И вся доказательная база, которая представлена нами в офис прокурора, свидетельствует об этом. Лукашенко подписывает распорядительно финансовые документы. Кстати, наверное, никто так не обратил внимания, как, например, на статью «Телеграф» или даже высказанные этих сестер Груздевых, которые призывают к физической ликвидации президента Украины и президента США и победе России, не обратил внимания на заявление самого Лукашенко, который сделал 27 июня, в тот день, когда мы утром передали материалы, вечером, похоже, ему доложили, он прокомментировал, что да, действительно, он беседовал с Путиным. И они договорились о том, что будут финансировать вывоз украинских детей на территорию Беларуси. То есть сам он признается. Сестры Груздевы говорят об необходимости ликвидации руководителей стран. Талай говорит, что делает в соответствии с поручением Лукашенко. Талай – это фонд Талая, который организовывает вывоз детей. Лукашенко также подтверждает, что по его указанию делает это Талай. Госсегретарь союзного государства, я называю фамилии тех лиц, которые, кстати, представлены в Международный уголовный суд как виновные в организации, подозреваемые в организации этих преступлений. Госсегретарь союзного государства Мезенцев, это можно прочитать на нашем сайте, мы публикуем это письмо, прямо говорит также, что он действует по указанию Путина и Лукашенко, указывает, сколько детей вывезено, какие маршруты, указывает, что это дети-сирот. То есть, а сейчас Шевцов заявляет, председатель Беларусской организации Красного Креста, что он тоже в этом участвует. Посмотрите, какая перекрестная взаимная попытка оправдать друг друга, но одновременное обвинение. То есть, они увеличивают доказательную базу друг на друга, как бы сообщая какую-то информацию. Всю эту информацию мы собираем, и вторая часть отчета нами будет передана, ну, я не хотел говорить о сроках, но в ближайшее время будет передана офис прокурора Международного уголовного суда. А также сегодня у нас состоится встреча, мы передадим часть материалов, еще первичных, также и в офис генерального прокурора Украины. Вот, как раз хотела и об этом также спросить, как Национальное антикризисное управление уже передает, вы говорите, уже и вторая часть будет, в МУС и в офис прокурора. Какая есть реакция? Они уже взяли, как говорится, в дело, в оборот, какой фидбэк? Это один вопрос, но потом следующий в контексте этого же дополни. Вот на этот вопрос ответьте. Да, мы договорились о взаимодействии с генеральной прокуратурой Украины и договорились о том, что эти материалы мы будем передавать. И они обратились с просьбой обратить внимание на особые направления, может быть, нашего расследования. Что касательно офиса прокурора Международного уголовного суда, но по принципам, по правилам той встречи, которая у нас состоялась, мы не имеем права рассказывать, распространять детали. Есть принцип конфиденциальности, также целый ряд документов имеют гриф конфиденциальности. Это связано с необходимостью эффективного расследования и также безопасностью тех лиц, граждан Беларуси, которые делятся этими материалами с Народным антикризисным управлением. Но вместе с тем в офисе прокурора, единственное, что я могу сказать, они были, ну скажем так, удивлены или даже позитивно сказали, что они впечатлены тем объемом собранных материалов, доказательной базой и правовой аргументацией, которая была представлена в нашем отчете. Ну а дальше, конечно, все зависит уже от прокурора Международного уголовного суда, какое решение он примет. По мнению наших юристов, есть reasonable ground to believe, как бы основание доверять тем данным и основание для того, чтобы проводить расследование в отношении Лукашенко и еще четырех лиц, в отношении которых мы представили доказательства в ГАК. Вопрос к вашим переданным материалам. Еще в усилении депутаты Европарламента призывают Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко. Это сообщается на их официальном сайте. И вот тут тогда у меня вопрос. А если все-таки действительно выдадут ордер на арест, что это даст лично Лукашенко, скажем так, в... Ну вот как мы видим, Путин, он не особо мешает, а ну просто невыездной и так далее. Вот. Чем станет неудобным для Лукашенко? И, ну вот этой клики, собственно, и этих четырех человек, о которых вы упоминали, что тоже доказательства предоставлены. Ну, я думаю, что мы нанесли уже очень серьезный удар, потому что вся пропагандистская машина начала атаковать нас, а они начали оправдываться, они отправили журналистов на оккупированные территории, откуда вывозили украинских детей. Кстати, нами установлено, что это из 15 оккупированных городов, как в первую фазу войны, так и во второй фазу войны. Они делают репортажи, пытаются оправдаться. Пошли угрозы, угрозы в том числе и убийства. В мой адрес сегодня появилась угроза о том, что я должен быть похищен, вывезен и на колени поставлен перед Лукашенко. То есть это очень серьезно ударило по системе, по режиму Лукашенко, потому что я думаю, что на сегодняшний день он впервые понимает, что наступает переломный момент, который может привести к тому, что он будет объявлен в розыск как военный преступник. А это противоречит всей его философии, которой он выстраивал в свою систему правления на протяжении уже практически 30 лет. Он считает, что только благодаря ему есть независимая Беларусь. Он забывает период первых лет нашей независимости. Ну, а про историю я вообще говорить не буду. И он хотел войти в историю как такой созидатель, тот человек, который создал прекрасную страну. И только благодаря ему все это произошло. А сейчас он заканчивает карьеру, если мы предполагаем с ордером на арест, как военный преступник. Для него это удар по самолюбию, мощнейший психологический удар. Он даже провел уже, по нашим средним, несколько закрытых совещаний. Поручил МИДу заняться реабилитацией его имиджа в Организации Объединенных Наций. Его в Айжер уже поехали в Нью-Йорк. Это замминистра Амбразевич, там пытаются все оправдаться. Но международное право здесь дуралекс седлекс. Закон суров, но это закон. Очень сухо описывает все это, очень четко формулирует. Так что оправдывайся, не оправдывайся, вина есть. Он поручил спецслужбам также противодействовать этому. Но если выносится ордер на арест, белорусское общество это не российское общество. В России большинство поддерживает Путина, и большинство поддерживает войну. В Беларуси большинство не поддерживает Лукашенко, и большинство не поддерживает войну. Буквально вчера пришли новые социологические данные, которые четко об этом говорят. Значит, это серьезный урон той системе, которую создал Лукашенко. Да, вопрос о задержании это уже следующий вопрос. Но сам факт придания ему статуса, скажем, этой метки черной на нем, это очень серьезный удар по окружению Лукашенко. Это дестабилизация, раскол тех элит, которых он собрал вокруг себя. Павел Павлович, хотел бы вас спросить по поводу этих угроз, которые поступили по вашему адресу. Вы уже отмечали в том, что это, наверное, скорее всего, связано с тем, что вы реально сделали больно Лукашенко и его режиму, такой работой по освещению этих преступлений, по поводу похищения украинских детей. Вы обращались куда-то по поводу этих угроз, и, возможно, какой есть отклик, и какое ваше понимание, откуда именно поступают эти угрозы? Это вот Россия вместе с Беларусью, или это чисто агентурная сеть, или же спецслужбы самой Белорусской республики, ну и самого Лукашенко? Ну, в Центральном аппарате КГБ, по нашим средним, создано специальное подразделение, которое занимается представителем белорусских демократических сил, которые проживают за границей, и их задачей является как раз-таки формирование этих угроз. Ну, ранее упоминалось, что даже формировалась соответствующая команда, которая получила финансирование для их исполнения и реализации. Ну, кажется, цель демотивировать нас, но демотивировать не получится, это я сразу же отвечаю. Но, еще раз говорю, повторяю, то те угрозы, которые идут в мой адрес, или в членов нашей команды, это показывает еще раз, что мы действительно очень серьезно ударили прямо в больную точку. И я обещаю, что это только первый удар. Следующий удар, который будет нанесен нами, он готовится, и он будет связан уже с преступлениями против человечности, которые совершает режим Лукашенко. И нами собрано уже досье, фактически вот в эту ночь, наверное, завершается работа, которая очень четко доказывает о том, что Лукашенко стоит во главе организованной преступной группы, совершающей преступления про человечность. Делаем это мы вместе с литовскими юристами, и эти материалы также должны попасть в офис прокурора Международного уголовного суда. О всех угрозах, конечно, я проинформировал прокуратуру Польши. Понятно, что я нахожусь на территории этой страны, и надеюсь, что эта страна предпримет все необходимые действия для того, чтобы мы дальше смогли продолжить свою работу. Павел, спасибо вам, да, желаем вам удачи, и спасибо за эту работу, которую вы проводите, да, как говорится, живы Беларусь, живы вечно. Живы вечно. Слава Украине. Тут мы вас поддержим, героям слава, да, благодарим. Ну и ждем решения со стороны Международного уголовного суда. Павел Латушка, заместитель главы объединенного на переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, также белорусский позиционер, политик, дипломат, экс-министр культуры, посол был с нами на связи.